Я всех приветствую, те, кто присоединился к нам на эти 45 минут. Задача у нас с вами очень непростая, потому что это будет практически на уровне фокуса для того, чтобы сейчас это успеть. Но мы с вами стараемся успеть собрать сайт, я покажу, как это делать быстро. Конечно, как и любой фокусник, я несколько смуглевала и установила систему управления уже заранее. Но давайте вернемся к теме и давайте я расскажу о себе. Меня зовут Елена Бретова, я преподаватель учебного центра «Специалист». Плюс ко всему я директор студии интернет-решений ВАУ-студио. Занимаюсь вебом с 1999 года, работала в студии Лебедева. В общем-то, много-много-много практики за плечами. И до сих пор я продолжаю заниматься этим видом действий. Из плюсов таких больших неоспоримов, конечно, это то, что у Мудэкса не очень большие требования к пассиву. Ну, это если не касаться, как бы, проектов, конечно, высоконагруженных. Например, есть интернет-магазины, посещаемые с большим количеством товаров. Тогда, в общем-то, ну, все-таки необходимо приобрести, ну, приобрести ВПС, например, отдельный сервер выделенный. Мудэкс, CMS-Мудэкс хороша, конечно, тем, что код ваш чист. Это и с точки зрения силу хорошо, и вообще прекрасно. Чем меньше грязи в вашем коде, тем лучше. То есть Мудэкс не впихает туда ничего без вашего Ветаба. Все очень контролируемо. Очень универсальная система управления, поддерживающая множество всяческих технологий, сервисов. То есть мы можем подключать с вами там и Феном, и, в общем-то, много-много чего. То есть, опять же, поговорим на курсе, какие еще есть возможности. Есть масса готовых модулей, как платных, так и бесплатных. И, в принципе, стоит вполне адекватных денег, если вам не хочется писать что-то своего. В общем-то, сейчас на самом деле выбор велик. Очень много бесплатного. И чем еще хорош Мудэкс? Знаете, вы можете взять простой шаблон какой-нибудь, да, допустим, даже тот же какой-то бесплатный, и посадить его на движок. Либо, например, воспользоваться и купить готовый какой-то красивый шаблон, адаптировать его и посадить на движок. Вот скажу по нашей практике, не всегда у клиентов есть деньги на индивидуальную разработку, так, чтобы там нарисовать, потом сверстать, посадить на движок. Не всегда такие есть возможности. Когда у клиента таких возможностей нет, тогда мы предлагаем, в общем-то, шаблонное решение. Я сегодня покажу еще один сайт, на котором есть масса очень интересных, очень красивых, очень достойных шаблонов. Шаблон подгоняется под клиента, сажается на движок, и, в общем-то, мы и решаем задачу клиента, не раздувая его бюджет. И вы, в принципе, в общем-то, ну, то есть вы отсекаете часть каких-то трудозатрат, например, это отрисовка макета, его верстка, то есть у вас уже есть готовая верстка. Из минусов, конечно, кстати, вот забыла упомянуть, а Мудэкса, конечно, это то, что для него, в отличие от WordPress, очень мало готовых шаблонов прямо вот на движке. Вот как-то мало встречаю. Ну, может быть, за счет того, что он очень гибок, я, честно говоря, не рискнула бы пользоваться готовыми шаблонами. Мне проще создать самой и настроить систему так, как мне удобно. И плюс ко всему, конечно, еще один из минусов Мудэкса, это, конечно, отсутствие документации есть, но она очень разрозненная, и поэтому я решила сделать курс интернет-магазина CMS Мудэкса 24 часа для того, чтобы передать весь тот опыт на все те наработки, которые есть в области этой CMS-ки за вот эти, получается, 11 лет, да, представляете, 11 лет, с которой я работаю с этой CMS-кой, и, в общем-то, до сих пор не разочаровалась с ней. В общем-то, все эти знания, все мои грабли, все мои ошибки, куда смотреть, куда бежать, чего ставить, чего не ставить, как настраивать, как наводить красоту внутри обмитки, конечно, это все будет на курсе. Сейчас мы с вами быстренько-быстренько посмотрим, как можно посадить готовый шаблон на Мудэкс. То есть мы с вами вот берем такой кейс, к нам, допустим, обратился, ну, возможно, там, фотограф, например, то есть ему нужен личный магазин, личный сайт, да, магазин мы с вами не успеем собрать. И, кстати, вот почему на Мудэкс, да, почему не на конструкторе? Конструкторы хороши тоже для определенных задач. Дело в том, что, знаете, как вот рыть яму. Если вам надо выкопать ямку, то есть под, знаю, кустик, для этого используется один инструмент, да, лопата, да. А если вам надо вырыть колодец, в общем-то, использовать лопату, не сильно целесообразно, возможно, что вам нужна какая-то более сильная техника. Если это какой-то совсем простенький сайт, который будет нечасто обновляться и не будет там продвигаться и так далее, то можно сделать на конструкторе. Про конструкторы тоже подробнее поговорим потом на курсе. Но если нужен, в принципе, сайт, с которым будет работать, который будет продвигаться по SEO и так далее, который будет развиваться, то, конечно же, ну, с моей точки зрения, я бы рекомендовала MondeX за счет его гибкости. Ну и, в принципе, чем еще он хорош, конечно, то, что мы можем, в общем-то, из этого сайта, который мы сейчас с вами соберем, в общем-то, превратить его запросто в интернет-магазин, ничего нам с вами не помешает его доработать дальше. То есть это мне нравится, что мы можем настраивать, настраивать дальше, в общем-то, потому что у нас с вами нормальная платформа. Ну, хватит, в общем-то, болтологии, давайте займемся делом. Я дала ссылки на бесплатные HTML-шаблоны, чтобы я могу посмотреть, попробовать очень интересные такие шаблоны. И давайте начинать. У нас есть готовый HTML-шаблон, который я, естественно, заранее купила. Это мой любимый сайт. Здесь много очень интересных каких-то шаблонов. Сейчас мы с вами взяли вот этот шаблон. Его можно посмотреть. Здесь есть разные-разные-разные-разные вариации. Я остановилась вот на этой вариации. И мы сейчас будем это все сажать на движок. Давайте приступим. Значит, HTML-вариант я уже скачала и загрузила на сервер. Я поставила систему управления. Сейчас я ее покажу. Так. Значит, я создала уже поддомен. Админ. Сейчас я зайду в качестве администратора. Так. Ну вот. В принципе, это только движок. В общем-то, если посмотреть стандартный шаблон МОДИКСа, я, естественно, еще одна хитрость, поставила все необходимые программы, которые нам... То есть, да, модулей, которые нам были необходимы. В общем-то, на какие-то обращу внимание, если успею сегодня. Ну, создала три странички. Это пока так. Давайте посмотрим, что из себя представляет шаблон. Значит, вот он, готовый шаблон. Я сейчас открою, посмотрю. Да, вот он, наш шаблон. Я из него буду делать... Это одностраничник. Одностраничник. Я из него сделаю многостраничник. Это всегда хорошо с точки зрения поведенческой, да, для SEO, в общем-то, и для того, чтобы в дальнейшем его развивать. Как раз хотел просто вам как раз показать о том, что любой шаблон можно модифицировать. Но для этого, в общем-то, надо понимать с точки зрения юзабилити, как будет удобно пользователю, что лучше оставить, что переставить, что обратить внимание, как выделить. И, соответственно, конечно, если у вас есть знания в области веб-дизайна, это тоже здорово, потому что это вам поможет, ну, с точки зрения оценки шаблонов, их докрутки какой-то, да, доведения до красоты. Что мы с вами сделаем? Значит, мы с вами сейчас возьмем этот шаблон. Я сейчас открою с помощью... Так, он мне не поставился, что ли. Так, секундочку. Так, сейчас я открою с помощью Notepad++ наш шаблон HTML. И что я делаю? Все очень просто. Значит, я открываю сейчас, копирую все, что у нас с вами здесь есть, перехожу в систему управления и создаю, в общем-то, первый наш шаблон. Первый наш шаблон. Мы его назовем, соответственно, 0.1. Главное. Главное. Так, печатка. Бывает. И покажу, кстати, вот такую вот фишечку. Я люблю, когда все красиво изнутри и снаружи, поэтому мы тут еще добавим такую иконочку. Так, и сюда я в код копирую все, что у нас есть с вами в этом шаблоне. Опять же повторюсь, что я сделала? Я заранее поставила уже ModX, и я скопировала все-все файлы, которые были необходимы. Вот вы видите здесь в файловой системе. Я все файлы сюда скопировала, чтобы у нас с вами были и картинки, и таблицы стилей и так далее. Так, главное. Ну, главное, оно с вами готово. Прекрасно. Что я хочу сделать? Значит, допустим, если это у нас фотограф, я сделаю несколько страниц. То есть это будет главное, обо мне, услуги и контакты. То есть, в общем-то, нас никто не ограничивает. Смотрим, есть ли у нас под наши пожелания все, в общем-то, блоги. Да, есть обо мне, есть услуги, есть даже портфолио. Портфолио сегодня точно не успеем. Это можно доделать позже. И, соответственно, контакты. Все это есть. Отлично. Значит, я могу выцепить это все из этого шаблона. Прекрасно. Что мы делаем дальше? Значит, мы создаем с вами структуру. Мы с вами скопировали основной шаблон, который мы сейчас будем растаскивать на чанки и на части. И теперь создадим основные страницы. Значит, нам нужна главная, обо мне, услуги. Еще одна страница, которая мне нужна, это контакты. Контакты. Так. Ставим галочки. Обязательно опубликован. Так. Четыре основные страницы сделали. Наметили структуру. Прекрасно. Теперь нам надо с вами сделать, в общем-то, сделать левое меню. То есть сейчас мы с вами, если посмотрим, значит, сохраним. Для главной страницы мы с вами уже скопировали же код. Да, у нас же шаблон уже есть. Мы выбираем необходимый шаблон, который мы создали. Шаблон у нас с вами отвечает за то, как будет выглядеть страница в конечном итоге, как она у нас с вами будет обрабатываться. Значит, смотрим. Ну, тут особо ничего, пока динамики нет, потому что мы с вами, в общем-то, как был код, так и скопировали. Но единственное, нам надо убедиться, что стили не побились, картинки не побились, все у нас с вами работает, все отрабатывает. Отлично. Значит, мы все сделали с вами правильно. Теперь давайте создадим левое меню, чтобы оно у нас соответствовало тому, что у нас есть с вами вот здесь вот в деревне. Как мы это делаем? Значит, мы заходим в главную, редактируем наш шаблон. И, значит, давайте мы здесь сейчас найдем, где у нас формируется меню. Для того, чтобы работать уверенно с шаблонами, конечно, вам нужен некоторый, хотя бы там первый уровень знания HTML, чтобы вы могли свободно вот так вот редактировать шаблоны. В общем-то, шаблоны, вносить что-то свое в них, компилировать и так далее. Так, теперь мы нашли, это у нас мобильная история, это то, что у нас адаптивный же сайт. Давайте посмотрим. Посмотреть. Так, нет, sorry. Это была не та кнопка. Посмотреть код. Да, адаптивный. И, в общем-то, вот оно, это вот оно, наше мобильное меню, которое здесь отображается. Давайте мы тогда сделаем здесь наше меню. Сниппеты. PdTools. Значит, нам нужно сниппет под меню. PdTools я уже, конечно, заранее поставила. Если у вас его нет, то, значит, нужно, необходимо его поставить. Значит, я выставляю параметр, то, что мы выводим паренс 0, как бы, соответственно, из корня. И еще один момент. Мы ставим здесь класс обертки onChartMach. Мы это тоже с вами указываем обязательно. Так, я верну обратно сюда. Так, класс обертки. Смотрим, где у нас alter-класс. Вот он, alter-класс. Сюда ставим второй параметр. Так, у нас с вами получился вызов кодилменю. Прекрасно. Это мы с вами давайте скроем пока. Потом удалим. Так, мобильное меню мы с вами сделали. Мы вызываем его с помощью кодилменю. И теперь давайте мы с вами сделаем основное меню. Основное меню, которое в левой части, оно находится вот здесь. Точно такая же обертка, точно такая же структура. Значит, вот это вот мы убираем, то, что у нас в шаблоне. И, соответственно, я опять же копирую, просто вызов кодилменю, кодилменю. Вот это вполне достаточно. Так, сохраняем. Я нажала сейчас Ctrl-S, можно через сохранить. Давайте посмотрим. В левой части у нас сейчас должно вывести то, то, что у нас с вами построено в деревне меню. Давайте посмотрим. Если мы все сделали правильно, барабанная дробь. Ура! Вот наши страницы, которые мы с вами создали. В общем-то там, буквально там минута, и меню у нас с вами рабочее. В общем-то, то есть мы можем посмотреть, если мы, допустим, сейчас вам скроем контакты, да, там с ней с публикацией, мы посмотрим. И в левой части у нас контакты должны исчезнуть. Давайте посмотрим. Да. Вот оно, динамическое меню у нас с вами создано. Прекрасно. С помощью подобного меню. Легко и просто, да? Теперь давайте двинемся дальше. Значит, меню мы с вами создали. Давайте создадим основные шаблоны, которые у нас с вами будут. Так, что-то произошло. Так, закрыть. Немножечко подвисла история. Так, шаблоны. Давайте создадим шаблоны. Значит, я нажимаю плюсик и создаю. Я люблю номеровать шаблоны для того, чтобы потом легче было их, в общем-то, искать и ими пользоваться. И я обычно им назначаю значки, чтобы было видно на самом деле в дереве, какой шаблон мы назначили, где брать значки и как этим пользоваться. Это, опять же, на курсе. Я просто сейчас сразу напишу. Так, мы сделали еще один шаблон. Теперь нам нужно сделать услуги. Значит, у нас просто с вами 4 шаблона. Я думаю, что даже будет 5. 5 блоков услуги. 0.3. Это будут услуги. Услуги. Мы с вами сами страницы сделали. Сейчас разобьем, сделаем пустые шаблоны. И потом уже тогда так. Тоже ставим с вами значок. Значит, создаем, я думаю, что мы так на будущее, на развитие создадим еще шаблон с услугой. Для того, чтобы можно было там прописывать, надо подписковые системы, расписывать стоимость услуг. Услуга. Так, и пятый момент. Так, это у нас с вами контакты. Опять. Контакты. Контакты. Так, прекрасно. Так, значит, у нас все с вами созданы, все с вами созданы шаблоны. Теперь что мы с вами делаем? Мы с вами разбиваем, как обычно, шаблон на чанки. Что такое чанки? Как лучше разбивать, как лучше не разбивать? Конечно, поговорим на курсе. Поэтому сейчас времени особо нет. И я сейчас, значит, разобью, соответственно, их. Так, разобью их при вас просто-напросто. Так, мы с вами, знаете, что... Так. А, ну, у нас с путями все окей. Значит, что мы с вами делаем? Значит, повторяющиеся элементы. Значит, первое – это хэд. Создаем чанк. Хэд. Так. Новый чанк. Быстро создать чанк. Код. Хэд. Так. Ага. Он уже есть. Так, тогда мы с вами создадим хэд-мейн. Я ставила Bootstrap. Так. Хэд-мейн. Здесь тоже меняем тогда название. В принципе, вы можете перетащить сюда чанку. Можете просто вручную увидеть. Так. Хэд-мейн. Разбили на чанки. Затем, значит, давайте вынесем меню. У нас с вами тоже повторяющаяся такая история. Поэтому мы с вами, значит, берем мобил-меню. Тоже сейчас создадим новый чанк. Так. Новый чанк. Быстро создать чанк. Это у нас будет мобил-меню, допустим. Чанк. Мобил-меню. И мы сюда вставим, вставим, вот этот колок. Вырежем. Вырежем. И вставим. Отлично. Так. Мобил-меню. Куда у нас делалось мобил-меню? Да, там скакала. Так. Так. Чанк поставили. Вставили, значит, и вот это меню мы с вами тоже сейчас, то, что у нас с вами в левая часть, она у нас с вами постоянно, мы тоже ее с вами сейчас уберем в чанк обязательно. Значит, мы вообще всю вот эту левую часть, left part, потому что она состоит из левой части и правой части шаблона. Мы сейчас вот это left part вообще просто-напросто уберем. Значит, я копирую название, создаю, опять же, быстро создать чанк, создаю left part, все, что у нас тут в левой части, я беспощадно копирую, вставлю, и вот это название еще раз копирую, и вставлю, что здесь у нас с вами чанк left part. Отлично. Чанки – это повторяющийся код, то есть у Mudex есть своя терминология. Так, что еще мы с вами можем убрать? Мы с вами можем убрать еще скрипты. Здесь внизу есть скрипты, которые, в общем-то, для всей страницы одинаковые. Давайте на всякий случай уберем все, что у нас можно редактировать в одном месте. Давайте убирать в чанке для того, чтобы потом один раз поправить, и все. Так, берем, копируем, вырезаем, вставляем чанк. Так, и, соответственно, у нас с вами появился чанк скрипт. Красно. Скрипт поставили. Так, значит, мы с вами все растащили на чанке то, что было возможно, то, что у нас было одинаковым для всех страниц. Что еще мы с вами делаем? Очень важный такой момент. Значит, давайте мы сразу это поправим, потому что потом, впоследствии, это приведет к ошибке. Где наш хэдмейн? Мы сейчас зайдем в этот чанк. Обязательно мы с вами указываем такую вещь, как base URL. Обязательно, потому что потом у нас будут битые ссылки и так далее. То есть вот этот момент, base URL, мы указываем. И, в принципе, мы можем на самом деле еще вместо title, чтобы у нас title генерился автоматически, здесь тоже поставим вот такую конструкцию, где название страницы и, соответственно, имя сайта. Все остальное мы пока трогать не будем, хотя здесь тоже можно на самом деле поработать. У нас просто с вами нет времени, к сожалению. Это мы потом подробнее можем на курсе посмотреть. Что еще дальше мы с вами делаем? Значит, а, очень-очень важный момент, который у нас с вами есть на странице. Давайте сразу мы с вами поправим этот момент. У нас с вами есть кнопка наверх. И давайте мы сразу так, чтобы она у нас работала на всех страницах. Мы с вами сейчас здесь поставим такую конструкцию, как, чтобы у нас с вами подставлялась, так, подставлялась именно адрес страницы автоматически, так, ID. Все. Это мы сделали. Значит, и давайте вычистим лишнее, то, что нам сейчас с вами совершенно не нужно из этого шаблона. То есть у нас вот главная страница, у нас основной шаблон. Значит, about, блок about нам нужен. Skills. Ну, пускай остается, значит, сервис, этот блок нам нужен. Портфолио мы с вами не сможем сегодня сделать, поэтому я его нещадно удаляю. Отзывы. Ну, пускай остается. Окей. Так, каунтбокс, ну, пускай остается, он нам не мешает. Новости мы удаляем, мы сегодня не успеем их сделать. И контакты. Отлично. То есть основные блоки я взяла, что я сделала сейчас. Я сейчас взяла, почистила, соответственно, наш шаблон от лишнего. Оставила только необходимые блоки нам сейчас для работы, чтобы у нас ничего с вами под руками не оболталось и не мешало нам работать. Так, давайте мы с вами теперь создадим следующий шаблон. У нас с вами шаблон обо мне, его нужно создать. Давайте мы теперь копируем то, что у нас есть с главной страницы. Вот оно. Да, шаблоны главные. Открываем шаблон обо мне, вставляем сюда совершимый главный. И удаляем все лишнее. Да, чистим просто-напросто его. Значит, что нам не нужно? Нам с вами не нужно совершенно... Так, about у нас остается, skills остается. Сервис это к другой странице. Выкидываем. Отзывы выкидываем. Хотя, в принципе, можем оставить... Тут мы с вами можем вообще, на самом деле, как захотим. И контакты удаляем, потому что это все у нас будет размещено на разные страницы. У нас остался блок обо мне, скиллы. И еще мы с вами удаляем то, что у нас с вами было на главной заставке. Вот этот кусок кода. Я вычистила сейчас шаблон. Просто вычистила его от лишнего кода. Теперь я добавляю динамики в наш код, соответственно. Что я делаю? Значит, сюда я хочу, чтобы подставлялось название page title. Сюда я хочу, чтобы подставлялся long title. Так. Сейчас стираем. Сейчас немножко добавляем динамики, управляемости. Long title. Так. И, значит, что еще я хочу сюда добавить? Значит, нам нужно еще... Давайте я сделаю сейчас сохраню. Прикреплю наш новый шаблон к странице. И посмотрим просто, как это все выглядит. Так, обо мне там, да, и я могу сказать там, там, кратко... Там, если написать, краткая биография. Биография. Да. Давайте посмотрим, что у нас с вами получается. У нас с вами, видите, есть главное уже. У нас меню с вами рабочее. Есть обо мне. Здесь уже подставилась обо мне, краткая биография. У нас есть фотография здесь, да. Я хочу, чтобы она менялась. Как я это делаю? Значит, я создаю ТВ-поле. Вообще оно будет такое довольно универсальное. ТВ-поле, которое я назову image. Я не буду оригинальна. И, значит, дам подпись фото. И я сделаю вот какую историю. Я поставила специальную простую загрузку файлов, чтобы нам просто было удобнее. И я сейчас покажу, как эта вся история работает. Значит, и я укажу, что это будет доступно для шаблона обо мне. И, наверное, даже для обслуги. Вот так сразу. Так, отлично. ТВ-поле создано для того, чтобы я могла делать, ставить изображение. И я сюда могу подгрузить фото. Давайте я сейчас загружу с компьютера какое-нибудь фото. Ну, допустим, вот. Так, не поняла. Загрузить. Вот так. Сохранить. Так. Какая-то ошибка. Потом разберемся. Так. И теперь давайте вернемся к нашему шаблону обо мне. Теперь, что нам нужно. Вот этот блок не хочу. Вот это вот. Ай, майкл, дэн, дэн. Мне это не нужно. Значит, сюда я ставлю. То есть, содержимое, где у нас текст обо мне. Я убираю. И, допустим, сюда ставлю, что сюда у нас будет подставляться контент. Потому что все, что мы напишем в этом поле, соответственно, у нас с вами будет сюда вывезено. И обо мне, в контент я сейчас вставлю исходный код. Так. Отлично. Сохраняем. Так. Прекрасно. Обновляем. Смотрим. Да. Все. Верхний угол это самое. Здесь вот если я что-то такое добавлю, там, не знаю, один, один, один. Здесь должно все измениться. Должно появиться один, один, один. Прекрасно. Получилось. Так. И давайте разберемся с картинкой. Мне эта история совершенно не нравится. Что за такая у нас беда с вами с картинкой. Давайте вот. У нас картинка подставляется вот в этот момент. Значит, я туда вставлю, соответственно, сразу обработчик, который обрезать будет эту картинку. Да. Паха Петербол. И, соответственно, давайте посмотрим. Так. Ага. Все. У нас картинка просто не загружена, поэтому у нас с вами... То есть мы любую картинку сюда можем подставить. Она, соответственно, будет под размер обрезана. То есть не надо ее заранее в фотошопе делать, как-то там загружать. Давайте посмотрим. Попробуем еще раз. Так. Какая-то история у нас с вами не очень красивая. Давайте посмотрим. About. Ну, давайте хотя бы эту, что ли. Так. Что-то у нас с вами с ТВ-полем. Сейчас я попробую глянуть быстренько. Так. Image. Что-то пошло не так. Так. Категория. Параметры. Параметры года. Простая загрузка. Так, 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 так. Угу, 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 угу. Так. Все у нас с вами вроде выбрано верно, а получается какая-то, какая-то неверная история. Так. Сейчас, секундочку. Секундочку. Так. Очень странно. Очень странно. Так. Параметры вывода. Наслужим для шаблонов. Странно. Что-то у нас с вами здесь не получается. Очень странно. Так. Окей. Давайте двигаться дальше. Времени очень мало. У нас с вами осталось совсем чуть-чуть, как бы, а сайт, но с вами не создан еще до конца. Так. Значит. Давайте попробуем, может быть, вообще взять какую-то фотографию. Так. У нас с вами здесь есть еще вот такие вот поля, да, типа для рождения, там, e-mail и так далее. Я предпочитаю такие данные заносить сразу с помощью специального модуля, который называется там конфигурация, для того, чтобы у нас с вами эти данные хранились в одном месте. И, допустим, если нам где-то еще нужно выставить телефон, его поменять и так далее, чтобы мы с вами его, допустим, здесь поменяли, он поменялся на всем сайте. С помощью какого модуля это делается, опять же, расскажу на курсе, либо так можете найти на просторах интернета. Я уже заранее его поставила и занесла все необходимые данные, поэтому все, что мне здесь сейчас нужно, вот в этом блоке, соответственно, прописать эти данные. То есть здесь вот, соответственно, вместо безды я буду ставить вызов наших готовых параметров, да, то есть вот поле, обращение к этому полю, которое у нас с вами есть. Так. Ну, это такое правило хорошего тона, просто вам это облегчит сильно задачу, когда необходимо будет, то есть у вас там, допустим, телефон находится везде на, как бы и в шапке, и в футере, допустим, и в контактах, то есть на многих страницах, и чтобы уразово поменять, проще будет использовать эту конструкцию. Так. Я меняю сейчас, то есть у нас под каждое поле есть уже заготовленное, да, ТВ-поле, да, конфигурации. Я специально назвала их точно так же, чтобы было бы проще потом к ним обращаться и вызывать. Значит, сохраняем, обновляем, смотрим, все ли работает. Работает. Смотрите, с помощью вот этой конфигурации, допустим, я хочу поменять, допустим, телефон будет там, там, плюс 7, 3, там, 2 нуля, 4 нуля, да, мы сейчас сохраняем. Обратите внимание на вот этот телефон, здесь вот раз, и он поменяется. Ну, это очень удобно. То есть мы просто можем один раз это занести, эти данные, и вызывать, сколько хотим, сколько нам удобно, раз, как бы, то есть на странице, на разных страницах, в разных местах, в футере, в хедере и так далее. Так, дальше. Что еще хочу сделать? Хочу пока скрыть кнопку скачать резюме. Допустим, резюме у нас нету. А здесь так, послать, изменяю, послать сообщение. И здесь я ставлю обращение, где у нас контакты. Контакты у нас с вами, это 6, ID 6 у него. Соответственно, я не ставлю ссылку, потому что ссылка может поменяться, я ставлю именно ID этой страницы. Так, смотрим, обновляем. Так, прекрасно, послать сообщение, все, все работает. Хорошо. Дальше, значит, дальше у нас с вами по пути, то есть, в принципе, у нас с вами уже вторая страница тоже готова. Мы вот эту страницу тоже можем, на самом деле, вывести в динамику, чтобы у нас редактировался и вот этот текст, и вот эти вот наши экспириенсы. Но это вот на ваше усмотрение. Дальше, страница услуги. Переходим в шаблон услуги. Но, да, перед этим, значит, все, что у нас есть с вами, опять же, главное у нас хранится с вами, да, еще не разбитый на части шаблон. Все, что есть в шаблоне на главный, мы ставим сюда и опять с вами чистим, чистим с вами от лишнего наш шаблон. Так, у нас с вами холмас не нужно, обаут не нужно, скилл не нужно. Я просто скальвы-ка сворачиваю и вот разом стру. Сервис нам понадобится, отзывы понадобятся, пускай будет в сервисах. Так, каунтбокс, не знаю, удалю. И, соответственно, контакты нам тоже не нужны, они нам с вами понадобятся на странице контакта. Так, я опять вычистила шаблон от лишнего кода. И теперь я буду его, соответственно, анимировать. Точно такая же история, то есть мы с вами задаем сразу динамику для заголовков. Значит, у нас с вами будет, здесь у нас с вами будет page title и здесь у нас с вами будет long title. Да, long title. Так, дальше, значит, давайте мы с вами к услугам, да, прикрепим наш уже шаблон. Услуги. Так, сохранить. Так, услуги. Смотрим, все ли ок. Так, услуги. Ага. Там, ну, тут, допустим, там, на живой title мы используем, что мы можем. Причем мы с вами можем потом скрыть ненужные нам поля, навести там такую красоту, так, чтобы прям все, что нам не нужно, у нас с вами не выводилось. Сейчас, боюсь, что не успею показать. Так, и у нас с вами есть ряд услуг, которые нам необходимо вывести. Я предлагаю вывести, их можно вывести разными способами. Я предлагаю вывести их с помощью PDO-ресурс. Давайте зайдем в услуги. Смотрим. Значит, у нас с вами вот таким вот образом, вот отсюда до сюда, вот у нас с вами сама услуга. У нас с вами есть три поля. Это картинка, title и какое-то описание. Значит, что мы с вами делаем? Значит, мы с вами делаем, опять же, берем, используем там PDO-ресурс. PDO-ресурс. Значит, темплейт мы с вами зададим. У нас будет TPL. Дадим сейчас обертку, да, куда мы это все подставим. Сервис, сервис, сервис. Так, и, значит, мы будем это брать из, это у нас третий ID. Значит, parent у нас будет с вами, parent, 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 это будет у нас с вами три. И что нам нужно с вами еще? Нам нужно обязательно подключить, у нас будут иконки в виде картинок. Значит, мы подключаем к этому поле имидж обязательно. И обязательно ставим include content для того, чтобы мы могли использовать поля. Так, прекрасно. Мы сделали с вами вызов. Я сделаю его даже некошируемым таким вот образом. Так, теперь нам надо с вами создать вот этот чанг, да, который будет выводить наши данные. Значит, быстро создать чанг, тимплейс сервис. Ставим вот этот код, прям копируем. Да, он у нас с вами повторяющийся, повторяющийся. Значит, мы его загоняем в чанг. Так, прекрасно. Сохранить. Все остальное трем за ненадобностью. Нам это все не пригодится. Не пригодится. Так, закрываем, убираем эту всю историю. Нам это не нужно. Так, теперь, значит, я предлагаю... Так, у нас с вами к услуге должен быть прикреплен... Прикреплено ТВ-поле. Имидж. Ага, прикреплено. Прекрасно. Теперь, я предлагаю создать здесь какую-нибудь услугу. Там, допустим, там фотограф... Там фотография. 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 Выбираем, что у нас это будет услуга. Мы обязательно создали такую историю. Так, ставлю галку опубликован. Дополнительные поля. А, сначала нам нужно с вами сохранить эту историю. Так, загрузить файл. Давайте мы возьмем из... Так, SVG была. Берем какую-нибудь камеру, диаграмм. Так, что-то у нас с вами с быстрой загрузкой. Не пойму, то ли он некорректно встал, то ли чего. Я, знаете, как предлагаю переделать, в общем-то, раз он так не хочет нас слушать. Раз эта простая загрузка не работает, мы просто поставим, допустим, изображение, и все. И не будем мы с вами никому морочить голову. Тогда, чтобы у нас с вами все работало прекрасно. Так, мы просто сделаем таким вот образом. И возьмем отсюда МНГ, SVG. И у нас с вами здесь вот есть камера. Так, прекрасно. Фотография. Так, кстати, вот обо мне. Я тоже хотела поменять фотографию, показать вам. Так, обо мне. МНГ. Я сюда сейчас загружу файл, который я там заранее подготовила. Вот хочу какой-нибудь другой файл. Так, загрузки. Вот этот хотел файл. Чтобы показать, что это работает. Так. У нас с вами большое изображение. Видите, 1140 на 900. Вот. То есть это вот фотография обо мне. И давайте посмотрим, подставилась ли фотография обо мне. Да. Видите, она обрезалась. Все прекрасно работает. Вот что-то с простой загрузкой надо смотреть. Почему-то забраковано. Хотя чаще вот я использую простую загрузку. Так. Дальше. Мы создали услугу, фотографию. Мы, в принципе, можем даже здесь еще размножить эту историю. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Есть какая-то писательная часть у каждой. Там одинаковая. Сюда ставим, соответственно, какую-то писательную часть. И здесь сделаем, скопируем, да, скопируем ресурс. Так. И, допустим, сделаем, чтобы у нас было понятно, что у нас отрабатывает эта вся история. Там фотография, там обработка, допустим. Обработка. И другую фотку поставим, чтобы у нас с вами было, допустим, здесь вот так. Вот так вот. Так. Прекрасно. Услуги есть. Давайте вернемся к нашему, соответственно, чанку, который должен отвечать за вывод наших услуг. Потому что услуги мы с вами создали. Ну, соответственно, выводит он как бы, то есть, ну, какую-то ерунду. Потому что, в общем-то, мы с вами не создали этот чанк. Он у нас с вами не динамический. Значит, что нам нужно с вами сделать? Нам нужно с вами сейчас, значит, для картинки, для картинки поставить, соответственно, в поле. Оно вызывается через ТВ, ТВ-имидж, ТВ-имидж, здесь не забываем плюсик. Ну, и, соответственно, если мы в чанке это вызываем, то есть, мы вызываем этот, ну, как бы, то есть, у нас идет не звездочки, а плюсик. И, соответственно, чтобы у нас с вами динамически подставлялось описание, сюда мы ставим контент. Да? Так, вот у нас с вами три поля. Прекрасно. Мы с вами создали чанк для вывода услуг. Давайте посмотрим. Теперь у нас должны с вами выводиться услуги. Ага, прекрасно. И вот, смотрите, у нас с вами в меню появилось то, что не должно появиться. Давайте мы над этим поработаем. Либо мы можем вывести здесь, где у нас с вами left path. Мы можем поставить здесь, допустим, level 1. Просто-напросто, чтобы выводить только один уровень меню. Вот. Либо скрыть из меню. Допустим. Так, level 1. Прекрасно. Обновляем. В левой части это должно исчезнуть. Да, отлично. Вот видите, у нас с вами появились услуги. И дальше, если мы хотим дальше развить наш проект, мы можем сделать здесь переход на страницу с фотографией, с услугой по фотографии, с описаниями там. Можем сейчас пока вынести так. То есть мы с вами эту возможность заложили. У нас с вами такие страницы есть. Под них просто нет оформления. И у нас осталась с вами последняя страница. Это контакты. Сейчас там пока они, конечно же, выглядят таким вот образом. Опять же, возвращаемся к исходному нашему шаблону. То, что у нас сохранен. Главное, все, что здесь есть, копируем в контакты. И вставляем сюда. Как обычно, удаляем все, что нам не нужно в этом шаблоне. То есть нам с вами не нужен блок Home, блок About, он нам не нужен, скиллы. В общем, наверное, проще сделать так. Раз. И практически, где у нас... Очень люблю шаблоны, где, в общем-то, подписаны блоки. Видите, как удобно, сразу понятно, докуда нам надо с вами удалить. Все, мы удалили лишнее. Оставили только, на самом деле, часть, которая касается контактов. И мы с вами, опять же, сейчас вносим необходимое, то есть динамик, то есть у нас с вами менялся заголовок, контакты, да. Почитая это, лонг-тайтл, мы с вами используем эти поля. Что у нас с вами тут еще? Значит, у нас есть с вами блок-адрес. Мы помним, что мы здесь с вами заносили это все, да, обязательно. То есть, соответственно, мы с вами можем использовать уже стандартную вставку. То есть вместо адреса вот эта история и вместо там e-mail у нас с вами будет вот это e-mail и вот это e-mail. Так, телефон, соответственно, у нас с вами в поле. Хочу обратить внимание, что когда мы вызываем, видите, то есть у нас мы используем вот здесь два плюсика, да, у нас вот эти константы этого поля. Так, и у нас остался веб-сайт, соответственно, мы с вами вызываем, там подставляем веб-сайт. Здесь какая-то ерунда стоит, ошибка явная. Так, смотрим. А, нет, мы не смотрим, потому что мы с вами не прибавили, соответственно, не добавили. Так, контакты, так, сюда, сохранить, сохранить контакты. Смотрите, обратите внимание на значки. Это те значки, которые мы прикрепили к шаблону, и нам сразу понятно, что у нас за странички. То есть это вот один из элементов красоты, который можно, на самом деле, навести внутри админки, чтобы и вам было приятно работать, и контент менеджером. Так, прекрасно, у нас контакты есть. Long title не занесен, поэтому сюда не выводится. Здесь у нас с вами, соответственно, вся информация тоже есть. Прекрасно, все выводится, кроме почему-то веб-сайта. Не могу понять, почему нет веб-сайта. Либо мы неправильно... Так, веб-сайт. Кстати, дает подсказочку, видите, что-то я неправильно сделаю, он поэтому не выводит. Сейчас только обратила внимание. Контакты. Так, 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 так. Веб-сайт. А, видите, я здесь стерла лишнюю совершенно палочку. Так, так, все. Теперь должно выводить. Я здесь могу написать, что здесь там контактные данные. Причем мы можем вывести с вами под управление контент менеджера все, что угодно. На самом деле все поляк, все, все, что возможно. Контакты. Контакт. 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 Информация. Вообще так написать. Контактная информация. Так. Информация. Так. И у нас с вами остался только, соответственно, что остался форма. Нам нужно ее с вами оживить. Да. Значит, для того, чтобы оживить форму. Значит, и вот эта вот часть, вот этот хвост, он у нас явно с вами лишний. Он вам, нам с вами не нужен. Мы с вами вот эту вот историю уберем. Так. Вот так. Так. Значит, давайте ставить, значит, форму. Форму мы создаем с помощью AJAX форум. Значит, так как у нас с вами, конечно, времени уже осталось совсем чуть-чуть. Значит, каким образом мы с вами делаем форму. AJAX форум. Здесь мы указываем шаблон, с помощью чего мы переобрабатываем, да. Значит, указываем тайтл, который будет, откуда письмо, куда письмо, каким образом у нас будет выглядеть шаблон самого письма, валидация полей, которые мы проверяем обязательно, и сообщение, которое мы выдаем при ошибках. Значит, у нас с вами форма, значит, называется AJAX форма 2. Давайте мы это создадим ее. Мы с вами сейчас создадим чанки. У AJAX форма есть своя вот такая чанка, в которой можно ориентироваться, каким образом мы должны с вами там прописывать поля. Так, AJAX форм. И мы туда должны с вами перенести вот эту всю историю. Все, что вот эта форма начинается, заканчивается, мы все туда переносим с вами. Так, сохраняем обязательно и переносим туда. Так, так, прекрасно. Значит, мы с вами сделали форму, и теперь, что нам с вами нужно? Нам с вами нужно обязательно, значит, здесь указать... Так, здесь мы можем указать, в принципе, ту страницу, на которую мы должны вернуться, либо оставить пустым. Давайте оставим пустым. Здесь мы с вами убираем вот это служебное сообщение. Нам не нужны, у нас с вами будут свои. И что нам с вами нужно добавить в обязательном порядке? Значит, нам нужно с вами добавить обязательно value. Значит, мы сюда добавляем value. Значение того, чтобы мы могли передавать. И обязательно с вами, соответственно, сообщение, предупреждение об ошибках. Здесь такая же история. Мы с вами, значит, указываем e-mail, значит, обязательно value. Нам уже надо передавать как-то данные, да? Так, e-mail и сообщение об ошибке, если у нас что-то не так с e-mail. Так, и, соответственно, мы сюда ставим. И, так, и, соответственно, последнее, что нам нужно, это, значит, по поводу текстария. Значит, мы с вами то же самое. То есть, выльем, да, message, и все согласно тому, как у нас с вами указано в обязательном порядке. Так, и, в принципе, в принципе, все. Единственное, мы должны с вами еще поставить бутон. Бутон. Этот бутон мы пока скрываем. Но потом будем смотреть, как он обработает. Так, и ставим. Так, у нас, по идее, должна с вами быть форма. Давайте посмотрим, работает ли она. Так, прекрасно. Только кнопочка у нас с вами не очень красивая. Но это можно потом допилить будет в CSS. Все, что у нас с вами осталось, это главное. Немножечко подпилить главное. А в главной нам все, что нужно в нашем шаблоне, мы точно так же удаляем все, что нам не нужно. Значит, у нас с вами есть home. А все, что ниже home, мы с вами удаляем. Потому что нам это все не нужно. У нас на главной должно остаться только заставочка. Что у нас с вами получилось? Значит, у нас с вами получился не одностраничный, как был задуман в шаблоне. А на самом деле, так, sorry, мы смотрим, это я смотрю совершенно не то. Так, перейти на сайт. Это мы смотрим шаблоны. Я удивляюсь, думаю, странно. Значит, можно убрать здесь еще, соответственно, вот эту прокрутку и так далее. Немножечко доработать. Главное поменять фотографию, сделать вывод. У нас с вами получилась отдельная страница обо мне. С возможностью поменять фотографию, описание, вот эти данные, послать сообщение. Если, кстати, нажмем на «Послать сообщение», мы должны будем с вами перейти на страницу контакта. Так, и, соответственно, так, у нас с вами есть услуги, услуги, да, услуги, которые работают, выводятся. То есть мы можем дальше там проваливаться в услугу, если мы захотим. У нас с вами есть контакты. Мы с вами сейчас, в общем-то, собрали простенький сайт. Очень простенько, очень быстренько, то есть, в общем-то, так, по верхам. Конечно, над ним нужно еще посидеть, и можно много чего интересного туда добавить, если, в общем-то, хочется. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать с помощью повода Модекс. Видите, никаких суперзнаний здесь иметь не нужно. То есть надо знать HTML и надо знать там основные возможности, сниппеты, которые возможно там использовать в Модексе, какие-то параметры. То есть для того, чтобы создавать какие-то простые варианты, не проблема. Более сложные будем смотреть уже на курсе, то есть разбирать это в интернет-магазине, это более сложная история. Ну вот, в принципе, и все. Я готова ответить на ваши вопросы в чате. Я буду ждать их в чате. На этом я с вами прощаюсь и надеюсь встретиться с вами дальше.